так друзья здравствуйте только сейчас мне звонил товарищ спросил про сухие семена я его прервал и сказал сейчас включая аппаратуру так здравствуйте пожалуйста еще раз представьтесь вопрос такой по сухим семечкам все таки уточняю потому что весной я позвонил заказал заказал а уточнение по сухим семечкам у меня есть такой вопрос что в разные регионы конечно это пагубно высылать стратифицированных семечек потому что почта россии она работает не везде хорошо честно говоря везде плохо и они приходят уже семечки к нам в разных условиях честно вам скажу потому что бывает ведь схожесть у них очень большая как вот нынче мне пришла слива зашла полностью по повязку когда вы заказали месяц дату примерно нет я сейчас не вспомню это бесполезно вы скажите когда высылал вот так не что я вам скажу это получается мне сразу на душу легче стало за апрель я не отвечаю существует сроки нормальная семена спят вот а просыпается уже у вас вас на на коне просу дороги так было сухой был не потому что в сухом высвали а потому что семена питали в себя это нормально подождите теперь давайте вопрос серьезные нас услышат сотни людей если не тысячи теперь следующий момент как следующий момент сколько дней шла посылка сколько дней около недели нет на почте не виновата около недели это теперь это я теперь для себя привет не беру вину в апреле на ваш страх и риск это надо специально тогда взять вашу посылку одной из сотен из тысяч и положить возле батареи нет вы не правы я согласен но не надо заказывать в апреле вы поймите нас слышат люди наша польза от нашего разговора в том чтобы люди заказывали вовремя я вас благодарю за эти за эту информацию вот в апреле месяце я вам выслал тарифицированное да как иначе-то закладываем я посылку всегда они спящие вам меня из сотни находятся 12 недовольных но если уже без риска вообще не бывает вот кому-то 21 день шла вот там действительно обидно вот такой суши перед вами был на неделю простите этого вы как это самое если вы написали хочу сухие выслал бы сухие но в апреле еще высылал тарифицированное сухие объявление появилось позже вспоминайте нет вы подумали но вы не сказали вы не свои мысли оставили в голове у себя но не озвучили понимаете а я теперь еще не все сказал я в таких случаях знаете как делаю вот смотрите сейчас вы упомянули сухие семена то есть вы теперь обожглись заказали поздно заказали по крайней мере вам по честному высылались как будто бы сырые то есть как будто вы просили сырые теперь вы будете сухие заказывать то там цена это помните я рассказывал этот случай в фильме это вот сейчас выйдет фильм опять про эту про финляндию а перед этим я рассказывал один финский саженец дерьмовенький вот но по моим понятиям дерьмовый с метровым искалечным штампом стоит 8000 в питере а я чеку выслал 800 семечек и косточек за те же 8000 обвинять меня нельзя в жадности сейчас правда мне немножко другая цена но согласитесь что это ваш шанс сейчас заказать сухие и уже раз в особо те самому все сделать и не надеяться на почту что я вас подведу не пойму ваши мысли нет еще раз сто процентов высыхает посылках потому к если поздно их пол это высылать до апрель поздно они как губка впитывают всю влагу до последнего этого самом мире миллиграмма всю влагу питают семена они просыпаются посылки и приходят с сухим песком это нормально это нет это ненормально но это правильно и так а так она есть потому что вам отправляли в сыром песке и быть по-другому не могло да но но я успокоился тем что мне очень часто меня обвиняют необоснованно но здесь по крайней мере просто нормальный разговор который поможет людям нет я считаю нет вот у меня допустим несколько грядок и показывал фильмах своих я никогда ничего не упускаю вот если бы увидели вы видели там ровненькие рядочки без пропуска то есть посажено вот 20 манжурских орехов на одной грядке 20 зашло 30 показано другой грядки 30 зашло вот сейчас правда мы лишнюю сотню хорошо удалось раздать этим по детским садиком потому что их никто не покупал но всхожесть прекрасная нет вам все время хочется вы просто заказали бумаги все было бы нормально в осел еще феврале вот тогда бы не надо было бы решить и после было бы ни при чем вот и они бы они бы сильнее спали бы не так бы влагу высосали вот как у вас получилось а у меня наверняка папа культурная она окружена рядом королевский рядом королевский рядом с бай рядом академик куда наденется конечно нахватались этих они взойдут на следующий год теперь раз уж так получилось я допускаю мысль еще хотелось бы найти крайнего допустим почту да ну с неделю шла вряд ли почта виновата но ваш случай где-то примерно третий на сотни я никогда их не скрываю эти случаи наоборот я подвергаю анализу рассказываю всем чтобы люди не заказывали в апреле потому что могут быть такие ситуации я думаю что если они вдруг подсохли вдруг да то программа сбивается все равно косточки она начинает ну в принципе я когда дома все это делаю смотрю кулёчек опа пошел я сразу его закатываю вот самое в грядку и все и слежу за ними в идеале да но это есть моя учеба я так вся чего чего как это делать значит давайте сделаем так каталог передо мной на экране но вы же не видите вы мне захажите каталог чтоб я вам выслал его раз во вторых я никогда не делаю по принципу у меня деньги а вам неизвестно можно ничего вот значит для вас все косточки будут стоить не 15 рубля 10 рублей вот эти сухие которые вы сейчас собрались заказывать вот и я не стану это самое только под себя грести а сейчас знаете что я делаю я листаю каталог ищу то самое место где я предупреждаю чтобы весной в этом на ваш страх и риск потом потом найдете это сами вот вот это место где написано что на ваш страх и риск ну а летом все летом что им сделается сухим сухие никогда не взойдут почему их надо хранить так как я всем рассказываю итак небольшие стеклянные баночки с крышечками плотно крышечки завернуть и в холодильник никогда не взойдут они ни одного дня не были больше трех лет не пробовал три года до три года они на третий год сертификацию сходят на 4 5 6 не пробовал да но я все равно советую знаете у меня сложилось какое-то впечатление я все-таки я записываю разговор я с вашей неудачи не буду скрывать хотя как кого-то может быть и отобью охоту да вообще связаться со мной но я тем не менее у меня характер такой я хочу чтобы все были это счастливы скажем так и вот получается следующее значит я у меня сегодня снимал себя завтра у меня вебинар и у меня приготовлены эти самые фотографии знаете какие значит осенняя стратификация сергея вот но и фильм сейчас вы увидите он уже вышел вот в эту секунду вот там раз кто там разговор а там фотографии значит девяносто где-то восемь процентов схожесть в осенних и примерно девяносто восемь процентов схожесть по сертификации весенних то есть согласитесь что речь не идет о хотя а ведь все с одного мешка знать такую поговорку не поэтому анекдот мы привезли на эту самую надо не буду анекдот рассказывать время значит получается как и кем зашли у него и те я показываю фотографии это говорит о том что то что я учу и и мои семена наши семена они практически близки к идеалу так а у кого-то у двоих троих не получилось осенние также посадили осенью весна не взошли и начиная пальцы загибать мыши вот проснулись рано потом замерзли ну да сколько возвратные морозы и так далее так далее и вот а что интересно получается так у меня один год получилось что один год было много а второй год урожай был слабенький я честно все знали что я продаю вторичники торгодников знали все до единого в каталоге так было и вы знаете я бы я побаивался очень натворю а сколько мы видим деньги возвращать и теперь мне несколько человек и уже эту историю знают лучше всего утверждает не все но это еще не статистика вот пришлите второгодниках они лучше всходят вот честно вот клянусь богом что я сейчас не посоврал не на это ну как сказать не не преувеличил вот и получается 1 2 год хуже не стало а почему звоню бродскому царству ему небесного юрия васильевича и василий сейчас а да он ушел царство небесное вот и получается так значит я василищ чем дело почему второгодники а он же и спец он белок и не то что я там сама учка вот че как это случилось а что ты не знал второгоднике лучше всходят я бы нет это люди не сообщают и вот такой момент я хотел отметить да а потом я думаю ну а у меня все равно хочется что-то свое понять я понял так залежали ждали ждали когда же глядь посовой вырвалось извините когда их посадят вот и наконец посадили они окажутся живы-здоровы только это самое еще лучше взошли вот примерно так вот я вам второгодники вышлю но опять же опять же чтобы потом меня не упрекали вдруг вы знаете как мыши живут как они жрут а вы посадите под зиму а я вам не могу запретить а это осенье это которая первый вариант или второй нет нет я говорю про осенье взошли или стратифицированные и хотя лучше одинаково одинаково ну все тогда я за вас спокоен заказывайте александр сейчас закончится у меня же этот я снимаю снаружи камеры и получается сейчас остановится разговор я хочу это я закончу значит напомните мне когда будете делать заказ про 10 рублей за косточку этим я частично компенсирую вашу неудачу ладно так осенью будет 30 рублей причем даже второгоднике будет 30 рублей осень а может такое что в июне перед самой вишней будут ходить или тоже не будут ходить а я не знаю у меня один раз персики в июле взошли был такое чудо раз вот потом значит тут все зависит от того как они себя почувствуют и перепады я заметил что влияет на всхожесть а пони позднюю раннюю перепады плюс на минус но сейчас же в середине лета а вот когда перепады плюс на минус они с перепугу не сходят или наоборот сходят тогда когда их не ждешь там никакой системы уже нету вот или даже не обязательно плюс на минус а холодно жарко холодно жарко дикая засуха а потом раз попалили дожди ой ура а середина лета понимаете ну да король теперь у других и этого нету напомните про это про обещание про скидки я забуду через минуту знаете как устроена психика вспоминать так это вы такой от нас человеку я же еще тогда это вы мне дали повод поговорить это благодаря вам я потом развил эту тему надеюсь хоть кого-то спасу кто-то кровать переставит да вот кто-то манчжур чтобы больше 100 штук родилось все друзья маме там сестре не всем раздаю садитесь так вот так вот и хожу с рамками показывать сюда сидеть нельзя потому что не будут расти опыт у меня просто уже есть так вы пока уником таких на всю страну несколько человек я вас поздравляю это вы так считаете вы вы позвоните в академию наук вас дайте куда пошлют санитары пошлют за вами да я все знаете на прощание скажу это что вы не просто уникальный человек вот сейчас даже вот последняя минута то что вы подтвердили что действительно это опасная гепатогенная зона что опасно для деревьев для людей вот даже вот ради этой минуты стоило этот вам позвонить этот фильм сняли бог всем семенами вы не новичок и у вас сад уже есть но все-таки вот эта минута про гепатогенные зоны может хоть еще одного спасем а пчелы не живут я уже проверял вот я же любопытно проверял пчелы не живут а про маше я от вас узнал спасибо почему не ведутся здесь на этом месте семья разлетается там я еще проверил гепатогенная зона кирпича поставлю что туда не садить ничего я просто гектар где-то распахал деревья убрался в лесу живу я деревья убрался все распахал сейчас жду чтоб деревно все закрылось очень усадить так знаете еще что смотрите и так я словами не бросаясь если я сказал что уникальный чек значит уникальный вот почему потому что таких пальцев это с трудом хватает сейчас о другом уходите сейчас скажите громко фамилия имя отчество телефон вот хотите общаться хотите чтобы это было началом допустим ну я же всех раскручиваю я хочу чтобы мы постепенно вытеснили всю эту сволочь которая это одни сады губят тем что обманывают людей южными торгуют а другие тем что не понимая что творят учат убивать деревья вот как он может вырастить за два года двухметровый доникат все русского снигу не так вы бы видели это челябинске эти жалко литровый горшочек высотой полтора карандаша и хвастается рекламирует какие два метра причем самый раскрученный в россии питомник ладно мы с тобой с вами уклонились александр надо заканчивать разговор потому что опять почти лицу забудется самого главного нашем разговоре ребята учитесь владеть рамками так громче громче еще раз пермский край ведерник александр владимирович значит если вы к вебинару моему завтрашнему еще дадите остальные данные например электронный адрес почему нет вот может быть телефон почему нет вот и тогда может быть это начало может вы будущий питомника вот а у вас результат это по стратификации великолепно вот если не последняя это ошибка с почтой но я считаю что эта ошибка закономерная апрель не для пересылки да я вот этот вопрос я хотел поднять чтобы люди знали что об апреле стратифицированные семена не стоит брать вообще потому что будет нареканий очень много поэтому надо брать самому сухие семечки стратифицировать вы наш вот так сказать плод рожать его надо стороном и потом ребят своих выращивать вы как дети ведь да вы правы это как дети так но я теперь чувствую что я не один у нас в этих как мы их называемся белокатурщиков раз-два и обчелся так что он для меня праздник я рад что вы белокатурщик а это уже другое кстати еще время у действительно сейчас отключится еще секунда мой совет хотите стать универсальным белокатурщиком научитесь владеть если не умеете если еще не пробовали маятником научитесь определять размеры биополя людей рамками и более точные замеры людей учитесь на это с помощью рамок не уже не рамок а маятников ставить диагнозы людям по чакрам вот пока все все время 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 запись кончила все сады извини но дальше не записывается аккуратно